Тоже купольный свод, заложены камни, пламя фильтруется через камни. Разгодный ход служит для чего? Для растопки. Доска, она у нас нагревается и снутри, вот эта доска обшивочная, и снаружи, то есть это воздуховод. Вот сюда облицовка крепится, они волной паром взметаются и уносятся в трубу. Продолжаем наши съемки в ангарских уторах. Здесь мы уже были год назад, Александр Анатольевич рассказывал, как он делает вентиляцию. Правильно же, вентиляция это парильного помещения. Вентиляция, утепление, вентиляция и паровлажностный буфер, чтобы сохранялась влажность и температура. Сейчас уже подошли к отделке, вот хотелось бы, ну на стадии отделки, что мы можем видеть от той работы, которая была. И то, что сейчас уже это все закроется, то есть там уже точно ничего не увидишь. Там вообще ничего не увидишь, да, что сделано. Здесь уже дело к финишу в этой парилке идет. Это большая парилка, то есть эта баня предусматривает два парильных отделения с разными концептами, то есть разные концепции, с разными климатами. Значит, здесь печка с прямым нагревом камней, да, печка в основе лежит концепция Соколова, да, то есть доработанная Олегом Ольгуновым. Чем отличается от прямой Соколовской печки? Тоже купольный свод, заложены камни, пламя фильтруется через камни, ударяется в купол, растекается по нему, как в обращенке и в нижних хайлушках, которые там сделаны, уходит вот сюда в тепловой щиток. То есть вот эта стенка, вот эта стенка, это вот дымоход, дымоход от каменки. То есть она обогревается вот снизу доверху от первого ряда, здесь в данном случае от первого ряда, то есть дно канала на первом ряду заложено, прочистки поставлены во втором ряду, чтобы, ну, баня коммерческая, чтобы был запас, так сказать, на отложение, да, чтобы это не мешало, так сказать, работе, да, то есть, потому что кто ее чистить будет, когда неизвестно, кто как будет обслуживать. Ну, чтобы запас был, хода, так сказать, на несколько лет вперед, поэтому дно канала углублено, и канал, вот нижний коллектор, идет от первого ряда от пола. Значит, газы поступают вот сюда, дымовые, хайлушки, значит, заполняют это пространство, внизу в коллекторе собираются и поворачивают, греют вот эту сиделку, она нагревается до 50 градусов, до 60, мы когда тестировали, печку проверяли, поворачивают и уходят вот снизу, уходят в дымоход. Дымоход, значит, есть растопочный ход, вот здесь открывается задвижка, она, задвижка вот здесь вот находится, она, значит, открывает канал разгонный, растопочный. Когда сажу, бывает, с камней там паром или чем-то выгоняют, его открывают, да? Да, да, значит, разгонный ход, он служит для чего? Для растопки, для растопки, и после окончания топки, когда камни же греются огнем, то есть же пепелинки какие-то остаются, что-то, где-то кусочки сажи, там какие-то недогоревшие, значит, мы что делаем? Кипятком, бам-бам-бам, и сразу дверку закрываем, открываем этот ход, подкидываем, и они волной паром взметаются, эти пепелинки уносятся в трубу, то есть, ну, как бы чистим камень, чтобы печка настоялась, да, до процедур, до банных. После этого закрывается эта задвижка, закрывается общая задвижка, общая, чтобы печка не выстывала, и все, потом через некоторое время, когда температура выровняется, после вот этих процедур, можно начинать уже, собственно, парильные процедуры, значит, ну вот, здесь печка еще дополнительно имеет калорифер, калорифер, да, для просушки воздуха, это вот такой, осталось дверки мне сюда поставить, красивые, значит, это труба из нержавейки, да, сечением 100 на 100, вот, забор воздуха снизу, вот отсюда идет над дымовым каналом, и находится, находится она в дымовом канале, значит, греется дымовыми газами до температуры где-то 180, наверное, 200 градусов, сама труба, а воздух, который вот отсюда уходит температурой 90-95 градусов, то есть, ну, когда печка топится, до 130 поднимается температура вот здесь, а когда не топится, ну, 90-95 градусов выходит, то есть, отсюда забирается такой холодный воздух, да, ну, такая околопольная зона здесь нагревается и выходит, отсюда уже просушенный, и подогретый. Здесь проходит? Значит, ну, она проходит труба вот здесь вот, вот здесь, в середине, здесь пятериковый канал, вот этот вот, вот кирпич, в кирпич сечением, труба занимает вот столько, значит, сам канал сдвинутый вот сюда, ну, то есть, там свободное сечение 3 четверти, вот, около рифера, для дымовых газов 3 четверти оставлено, труба занимает 100 миллиметров, вот, вот здесь вот она стоит, с отступкой в 3 сантиметра, то есть, вот от этой стенки канала на 3 сантиметра сдвинута, 100 миллиметров, и здесь 18 сантиметров, вот, как раз до середины вот этого кирпича идет перегородка, то есть, дымовые газы обогревают эту трубу и поднимают все вверх, уходят, вот, чтобы не заужать сечение, потому что сечение, топка там большая, почти 160 литров у этой печки, почти 160 литров, и надо было сделать, чтобы вписать ее в трубу сечением 5 риг, то есть, 330 квадратных сантиметров, для этого система как раз коллекторов приемных и разработана была у этой печи, вот, в частности, вот эта сиделка, нижний коллектор, чтобы газы, которые образуются в топочном объеме, в большом, да, то есть, для них труба нужна была шестерик, но здесь очень сложная крыша, очень сложная крыша, балка идет, тут наружная стена, то есть, и вписаться между балками и стенами, то есть, по размеру для шестерика просто физически не было места, поэтому пришлось придумывать систему коллекторов, чтобы завозить сечение, ну, остудить газы дымовые до 120-150 градусов, уплотнить их и загнать уже в меньшее сечение, то есть, как бы, вот, для этого... То есть, все в пятерике, да? Да, труба пятериковая, то есть, ну, справляется, вообще, 180 литров топка, труба входит в 70-80 килограмм дрова, три телеги, короче, две телеги сразу закладываются дров, ну, горят три часа, то есть, как бы, сгорает, и еще раз подкладываешь, три с половиной часа топки, камни красные встают. Ну, а парилка сколько? В парилке 70 градусов после трех часов топки, но когда мы печку тестировали, парилка еще не обладала теплосберегающими теми функциями, которые сейчас есть, да, то есть, стены были просто, тут это каркасная конструкция, то есть, вот, стены, там минвата 10 сантиметров лежит, то есть, доска дюймовка, минвата 10 сантиметров, еще раз доска дюймовка, но доски были сырые, они усохли. Было заказчику предложено сразу же изначально, что, ну, раз это парилка, и вот такие щели в каркасе, то есть, там минвата лежит, то есть, ну, чтобы она не потела, и не было никаких процессов гнилостных, да, то есть, от набора влаги. Предложено сделать теплоизоляцию вот этой ватной конструкции, которая в каркасе есть, штукатуркой, глиноопилочной смесью с известкой, с известью, потому что известь – это антисептик очень хороший, да, то есть, как бы сразу, и теплоизолировать заодно, чтобы было не 10 сантиметров утеплителя, ну, на перегородке, хотя бы, ну, 15-20, да, получилось, вот, поэтому здесь использован такой пирог, это штукатурка 4 сантиметра 5, глиноопилочная, известковая смесь, да, значит, подранки, и потом по сетке закрепленная, потом обрешетка, потом три слоя картона, три слоя картона по обрешетке с отступкой в 20 миллиметров. Вот здесь хорошо видно весь пирог. Смотрите, вот идет каркас, каркас, вот каркас, за которым минвата, мы видим, да, вот щели в досках, доски усохли, там по 4-5 миллиметров щели между ними, вот они, то есть в вату, в вату, которая там за ними находится, базальтовая вата, да, доступ к очень свободной влажности и воздуха, да, парилочного, поэтому 4 сантиметра штукатурки, вот мы видим 4 сантиметра штукатурки, это глиноопилочная смесь, ну, известковая глиноопилочная смесь, значит, поштукатурена подранки, потом закреплено металлической сеткой, вот тут, ну, местами видно, места не видно, короче, потом по сетке протяжка. Потом идет обрешетка, значит, обрешетка 20 миллиметров, на нее наклеен картон, потом еще раз обрешетка, еще раз наклеен картон, и еще сверху еще раз наклеен картон, то есть 3 слоя картона, 3 слоя картона. Значит, это вот эти обрешеточные, обрешетка для чего? Чтобы организовать воздуховоды, воздуховоды, это щелевые каналы между картонами, значит, средние два слоя, вот эти, первый и второй, они между собой заклеиваются бумагой, чтобы был теплопакет, Ну, по образу и подобию окна, как стеклопакет. Вот если в окно мы посмотрим, там тоже три слоя. То есть тут воздух у тебя является этим? Теплоизолятором. Воздух и сам картон, картон тоже теплоизолятор. И воздух является теплоизолятором, причем хорошим. И картон является тоже хорошим теплоизолятором. Средний слой вот этот, он заклеен с двух сторон, снизу и сверху. А вот этот первый слой картона, вот этот слой и вот этот между собой склеены. То есть это теплопакет. это у нас первый слой идет он выходит вниз вниз от обшивка не доходит до пола 7 сантиметров до 7 сантиметров обшивка до пола не доходит и мысли заглянем под обшивку то она и дальше туда не заходит то есть обрешетка сделано 7 сантиметров от пола значит для чего чтобы вот этот воздух который соприкасается с наружной стеной с холодной остывая опускался вниз и заходил вот сюда в парилочное помещение значит то есть воздух который теплый есть здесь он соприкасаясь с наружными стенами остывает опускается вниз здесь он подхватывается по низу и уходит в вентиляцию то есть там стоит вентиляционная труба в дальнем конце парилки и через вентиляцию удаляется значит вот этот первый слой первый слой картона он тоже имеет сквозной выход тоже сюда вниз значит сюда под первый слой заходит воздух от печки значит по конвективной рубашке которые вот здесь есть вот если мы посмотрим мы здесь внимательно кто-то еще видно пока еще можно поснимать вот мы видим что купол купол не доходит до ограждения ограждающей стены вот здесь вот видно щелочку значит теплый воздух из конвективной рубашки которая вот а вот раздел очки отгорожена отвечки поднимаются в над купольное пространство в надкупольное пространство и там и там поступают вот в этот самый канал за первым слоем картона нагревает стены или он то что вентилирует сырости не будет сырости не будет раз средний слой у нас теплоизолятор то есть тепло туда не передается на наружный контур не передается только вторичное тепло остаточная которая почти комнатной температуры этот воздух опускаясь вниз остывая уходит здесь у нас в этот самый он только может опуститься если остынет а если он не остыл то он там стоит как в тепловом пироге доска она у нас нагревается и внутри вот эта доска обшивочная и снаружи то есть под ней идет воздуховод отделочный материал прикреплен на брусок который отодвинут от картона на 4 сантиметра вот это 4 сантиметра то есть это воздуховод вот сюда облицовка крепится а по вот этим вертикальным каналам воздух который зашел от конвективной рубашки печи нагретый теплый заходит и заполняет вот это пространство то есть доска нагревается горячим воздухом с двух сторон с двух сторон а дальше туда тепло не передается потому что под этим слоем картона воздух циркулирует то же самый теплый воздух который тоже туда заходит но дальше туда он не проходит потому что там два слоя картона склеены то есть там абсолютно теплоизолятор здесь уже вот самой отделки ты не участвует здесь они участвуют один делают другие ребята но общий концепт так сказать отделочный вот то что обрешетка сделано такого размера именно такого размера воздуховоды то есть это просто я обозначил сразу задание что должно быть именно так как хотите так и делайте потому что картон в принципе а плоскости выставил здесь для дальнейшей отделки да то есть вот картон наклеен по обрешетке и все вот эти маячки которые здесь прибиты да то есть они прикреплены к обрешетке то есть та которая есть под картоном то есть она висит на моей обрешетке которую я создавал еще для воздуховодов эти воздуховоды они транслированы здесь после картона вот так же как они идут там у меня под картоном здесь мы их видим вот вот как это организовано под картоном вот все точно так же потому что каждый брусок находится ровно ровно над обрешеткой которая есть под картоном вот так вот эти дощечки идут там двухсантиметровые каналы а вот последний что здесь досках хорошо вентилировалась хорошо вентилировалась и хорошо прогревалась здесь 4 сантиметра канал шириной между собой каналы видите между собой каналы воздуховоды соединины значит картон и все проклеены на стыках да то есть на углах везде значит все стыковые части где картон стыкуются все проклеена бумагой вот такими полосами по 20 сантиметров шириной каждый стык про клеен на крахмальный клейстер крахмальный мучной клейстер то все абсолютно экологично никакой химии никаких флизелинов никаких кмц обойных клеев то есть на 1 сдача бы сохранить сухой ну так скажем стену даже влага дальше не было дальше не попадала и тепло чтобы уходил тепло не уходило то есть это основные те задачи которые ты выполнил выполняет за счет вот этих действий значит эти действия дают изменение климата в парилке какое кроме того что это тепло сдерживающий фактор значит это глина опилочная смесь это паровлажностный буфер то есть этот раствор имеет свойство набирать в себя влагу избыточную и потом ее отдавать не подвергаясь разрушению то есть потом глина напиталась там влажность избыточная под 90 процентов допустим напускали тут воды там набливаются там вениками машут поддают да то есть влажность 70 60 процентов избыточную влагу глино-опилочный раствор впитывает в себя то есть немножко при этом может набухать также его впитывает картон также эту влагу впитывает бумага то есть но пока там до глино-опилочной смеси дойдет три слоя картона прекрасно справляются с поглощением вот этой избыточной атмосферной влаги то есть потом когда в парилке значит печка работает она горячая она сушит воздух до влажность падает падает и картон начинает сохнуть отдавая эту влагу сюда во внутрь помещения то есть как бы поддерживает уровень влажности да то есть в определенных рамках не дает пересохнуть и не дает перевлажниться то есть атмосфере стабильный то есть он стабилизирует до получается вот эти три слоя картона они стабилизируют хотя бы на рассказ что здесь перемешивание воздуха дает тоже является когда он у тебя снизу по итогу он подсасывать или выходит значит здесь циркуляция воздуха таким образом устроена ну понятно что под купол заходит и сюда заходит теплый воздух да а вот отсюда отсюда с каменки поступает пар то есть это увлажненный до воздух но пар поступает только вот сюда вот в эту часть помещения значит доски здесь подогнаны достаточно плотно то есть циркуляция пара горячий поднимается кверху вот так опускается то есть по горизонтали он трудно проникает через эти щели остывая просто опускается вниз опускаясь вниз то он подтягивается здесь есть везде вентиляция стены да то есть облицовочная и вот здесь вот в этом углу в дальнем углу от печки вот здесь вот в этот закрытый уголочек там находится вентиляционная труба типа басты да типа басты значит 150 на 100 сечением и она забирает воздух ровно 10 сантиметров от пола то есть она находится вот здесь вот здесь вот если руку засунуть движение воздуха есть холодный воздух то есть отсюда холодный воздух который здесь парилки собрался вот здесь через вот эту вентиляционную трубу удаляется в небо значит воздух вдоль пола смешивается какой который поступает из-под вот этой обшивки да то есть которая охладился до температуры пола потому что пока он не охладиться до вот этой температуры которая вот здесь есть пол он будет стоять здесь как в колпаке вот эти каналы между собой все соединены то есть воздуховоды вот они сегментами да то есть они между собой соединены то есть теплый воздух он стоит пока не остынет вот до вот этой температуры он будет все равно вверху стоять он создает тепловую подушку так называемую наверху газовый порог то есть выше двери тепловая подушка да то есть откуда он никуда деться не может тепло потому что средние слои склеены это теплоизолятор очень хороший вот но если что-то что-то уйдет туда проникнет все равно да то есть тройная то там еще есть у меня штукатурка глина опилочная то есть то есть вот эта внутренняя часть которая зашьется да она будет обогреваться только паром пар поддаем пару ходит ну при максимальном нагреве камнем добивает вот отсюда до стены волна пара когда маленькими порциями подаешь пар выходит вот сюда вот самая высокая точка купола до самая высокая дальше идет понижение вот туда то есть пар соприкасаясь с вмещающими поверхностями остывает и начинают двигаться вниз но понятно что волной пара ударился туда и начинают смещаться вниз здесь по откосу он смещается вот сюда и потолок весь наклоненный в дальнюю часть то есть по потолку растекается до дальней части вот готовить я сейчас откуда ведутся съем предлагаю когда вот здесь уже полностью будет все чисто если приехать снять да если получится сюда приехать снять я думаю получится сейчас дал на еще полу разобранным даже что-то увидеть но сейчас мы увидим хотя бы как это устроено участь а потом когда это все закроется никто не увидит что стены стены под картоном побеленные толщиной 4 миллиметра для чего я уже сказал потому что известка поглощает углекислый газ и поглощает влагу то есть как бы а теперь мы примем в другую парилку да там другая концепция другой климат здесь печь прямого нагрева а там печь косвенного нагрева